Всем привет! С вами Вольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу о кустарниках, красиво цветущих, но при этом неприхотливых и не требующих ухода. За всем, конечно, нужен уход, но в принципе ухода они не требуют. Кратенько расскажу об их особенностях каждого и что надо для того, чтобы все-таки, уходя, мы немножко за ними присматривали, либо чтобы они сами справлялись с поставленной задачей. А задача главная – это красота нашего огорода, нашего сада. На самом деле количество красиво цветущих, неприхотливых кустарников удивляет. И прежде чем подойти к подбору ассортимента, нам надо определиться все-таки, во-первых, с почвами, которые на вашем участке, затем с освещенностью вашего участка. И после того, как вы с этими позициями определились, учли эти нюансы, подбираете ассортимент. И снова же с подобранным ассортиментом вы гуляете по своему участку так, чтобы посадить выбранное растение именно в то место, в котором оно наиболее полно и пышно предъявит все свои декоративные качества. И в первую очередь это цветение. Начнем, конечно же, со спирией. Вот уже где неприхотливое растение. И последние десятилетия очень много различных сортов, с различной окраской листвы, различного характера роста, с различной окраской цветочков соцветий. Поэтому выбираем на свой вкус и несем к себе на участок. Очень быстро растущая, с сильным приростом, ароматная. Это спирея аргута. Пожалуй, это самая высокорослая из спирей. И может побеги достигать до двух метров. Ну, как правило, это метр-полтора. Цветет. В принципе, некоторые сорта и виды цветут спирей весною, как правило. Но некоторые цветут и летом. Поэтому, подбирая различные виды, мы можем таким образом создавать непрерывное цветение визуально. Спирея японская. Она уже более сдержанного роста. Высота ее достигает 30-60 см. Ну и спирея декумбенс. Это вообще уже распостертая спирея. У нее высота 25 см. Но при этом создает такую куртинку диаметром сантиметров 75 до метра. Можно использовать для альпийских горок или каких-то возвышенных мест. Там, где требуется создать какой-то такой массив красиво цветущий и с плотной зеленью. Интересные сорта, которые вы можете зайти на сайте посмотреть, либо в магазинах про цветка. Например, Firelight, необыкновенно яркая листвой. Антоний в этой рире, кажется, так называется. Но Антоний это точно. Или Энтони, как там правильно произнести. Обратите внимание, заходите, не стесняйтесь. Следующее растение, конечно же, Барбарис. Вот уж где чемпион по своей неприхотливости. И цветы красивые грозди, и плоды красивые грозди, и цветы и плоды разного цвета. Но, как правило, цветы желтого цвета. Но зато уже окраска листьев совершенно необычайная и широкая. И форма также может быть различная. Могут быть уже заложены генетически так, чтобы они были кустистые. Другие сорта пирамидальные. И разворот лепестков, листиков очень интересный. Поэтому можно подобрать, ну прямо-таки вот создать коралловое дно у себя на участке из барбарисов. Барбарис Атра Пурпурея Нано на одном месте может расти порядка 50 лет, отмечены такие экземпляры. И при этом высота его будет достигать 80 сантиметров, в среднем 50 сантиметров. Грин карпет – это уже зеленоокрашенные листы. Благодаря многочисленным листочкам создается такая визуальная картинка, как будто бы это зеленый ковер. Так оно и звучит. Грин карпет. Высота его уже более мощная и во взрослом состоянии достигает 150 сантиметров. Следующее растение – это кизильник. Я не буду считать вот эти вот позиции, там топ-10 или топ-8 у меня получится. Ну вот кизильник – это кизильник, а в нем уже различные другие кизильники. Кизильники – вообще замечательное растение. Мне очень нравится и вам рекомендую. И кроме кизильника блестящего, который широко используется в озеленении, и это листопадный кустарник, есть много кизильников, которые являются вечно зелеными. Это еще один плюс для вашего сада. Например, кизильник горизонтальный. Высота его во взрослом состоянии достигает 80, но при этом уже распростертые ветви распространяются до 2 метров в диаметре. Листву не сбрасывает. Красив очень весь год, потому что сначала цветут мелкие, приятного розово-белого окраса цветочки, а затем формируются к осени плоды, которые держатся на нем практически всю зиму и даже иногда и перезимовывают, если их никто не склюет. Следующий кизильник интересный – это кизильник дамера. Он также вечно зеленый. Его высота всего лишь 20 сантиметров. Зацветает он уже в конце мая, в июне месяце цветет. И где-нибудь к концу сентября к октябрю формирует снова же красивые плодики. Очень широко можно использовать в различных уголочках благодаря вот этому невысокому росту и в том числе, конечно же, на маленьких участках, когда хочется привнести какой-то живости в пейзаж. Еще один кизильник гибридный, совершенно неприхотливый, на любых почвах будет расти. И вот уж кому совершенно никакой уход не требуется. Высота его 50-60 сантиметров, то есть то, что надо для любого сада, большого или малого. И очень красивый сорт, который называется Коралл Бьюти. Следующее растение, которое, когда видишь этот куст пышно-цветущий, может показаться, что это что-то такое нежное, эксклюзивное, за которым надо бегать и бегать, просто там его укутывать. Нет, вегела. Во-первых, красивое, пышное всегда цветение. Во-вторых, неприхотливое. И также на одном месте она растет 30, иногда даже и 50 лет в хороших условиях. Быстро растущая. Иногда бывает повторное цветение. Конечно, оно не такое обильное, но где-нибудь с концу лета повторное цветение непримерно бывает уже на побегах молодых текущего года. А то цветение, которое в начале лета, то оно на побегах прошлого года. Поэтому, если даже вы захотите ее как-то там формировать, то я думаю, что у вас получится красивое дерево из этого куста. Можно там вот поиграть в ландшафтного дизайнера, арбориста. Интересная история с вегелой такова, что такой сорт есть. Кстати, в магазине про цветок есть такой сорт. Называется Ева Радки. Это сорт польской селекции. Он выведен в 1890 году. Представляете? И до сих пор он пользуется с непременным успехом, популярностью у ландшафтных дизайнеров и просто у любителей, потому что настолько надежный и устойчивый, и при этом не требуется за ним никакого особого ухода. Цветет практически все лето. И достаточно пышно, и ежегодно цветки приятного, бодрого, карминного цвета. Также выведено много гибридных сортов. Так они называются будут. Гибрида, которые являются к тому же морозоустойчивыми и переносят морозы до 30 градусов. Ну и есть еще красивая вегела, которая так и называется. Вегела Флорида. Красиво цветущая с темно-розовыми цветочками. Это вот то, что касается вегел. Следующее растение. Некоторые содрогнутся. Гортензия. Ну, гортензия определенная. Вид ее называется метельчатая. Обладает пышным, длительным цветением. И, наверное, у всех на слуху такой сорт, который сейчас вот просто все-все-все приобретают и приобретают, правильно делают. И называется сорт этот Ванилла Фрайс. И цветы настолько пышные, настолько обильные, что просто гнутся ветки. И это вот, пожалуй, единственный недостаток, что в хороший год, при хорошем уходе просто поникающие ветки, и которые надо, может, даже и подвязывать аккуратненько, чтобы они не мешали декоративности куста. Можно поиграть тоже с ней. Делать, ну, кроме того, что правильная обрезка, можно формировать в один ствол, в несколько стволов правильная обрезка. Но это уже другая история, потому что мы сейчас говорим о неприхотливых, красиво цветущих кустарниках. Еще один сорт красивый и тоже неприхотливый, который называется Эрли Хэри. Цветет на побегах текущего года. Цветение начинается уже в июне месяце, и длится оно до сентября. Высота, ну, это считается среднерослый кустарник, 130-150 сантиметров. Это я меряю в попугаях. Снежноягодник. Скажите, зачем нам этот снежноягодник? Ну и что, что он неприхотливый? Да, это растение просто уникальное, потому что, ну, ни одно другое растение из кустарников не сравнится по морозоустойчивости. Вредители его не берут, болезни тоже не берут. Конечно, можно постараться создать такие условия, что его там кто-нибудь возьмет. Но в целом такая история. И у обычных сортов, ну, старых сортов, высота достигает 2,5 метра, побеги не спадающие, закрывают с собой точку роста. Но я хочу обратить внимание, почему я рекламирую именно это растение, снежноягодник. Есть такой сорт, который называется Magic Berry, волшебная ягода. Высота его 50-100 метров. И снова же многочисленные побеги настолько красиво изгибаются, что даже и не видно, где у него центр, где у него точка роста. И вот уже козырь припрятан к осени, появляются плоды, не белые, а красивого, насыщенного, фиолетового цвета. И так они сохраняются очень долго, и даже первые и вторые и третьи морозы не поражают эти плоды. Очень красиво смотрится в заснеженном саду. Пузыреплодник, конечно, тоже растение крайне неприхотливое. Оно и сухо, и жароустойчивое, и морозоустойчивое. И можно просто забыть про него. И, как говорится, уход в том, чтобы уйти. И очень много сортов. И палитра такова, что на любой вкус от классического зеленого цвета листва через желто-зеленую, золотисто-желтую и насыщенно-пурпурные окраски, темные такие окраски листвы. Соответственно, и цветение будет различным, окраска, и плоды, которые образуются, а они уже образуются в начале лета они цветут, в начале июля они образуются, по крайней мере, в моей средней полосе Беларуси. И они очень долго сохраняются и сохраняют свою окраску благодаря такой особой структуре. Они как будто бы уже сухие. Можно их заготавливать и делать какие-то композиции новогодние для детей или же для себя. Очень хорошо их засушивать, потому что сушить, то в принципе нечего, они и так суховатые. Пузыреплодник, вид этот называется калинолистный. И что еще хорошо, что и побеги тоже иногда бывают прокрашены, различные окраски у разных сортов. И в зимний период, после того, как листва опадет, а к осени она тоже будет играть, меняться на различную окраску, это тоже будет дополнительный бонус для этого кустарника, после того, как уже, что там, смотрите, если он в середине лета плоды образовал, листва красивая. И снова же используется для изгородей, для любых, для малых, для больших садов, для отдельных, так званых, комнат, зеленых комнат у себя на участке. Ну и, конечно, сорт, который можно порекомендовать, и вас не подведет, и порадует, потому что он медленно растущий, и вообще низкоростый. Называется он Little Angel, маленький ангел, и высота его во взрослом состоянии 40-50 сантиметров. Поэтому приобретайте и куда-нибудь его определяйте, и он вас порадует и не подведет. Ну и, как говорится, нет сирени, нет сада. Не могу про нее не упомянуть, не буду уже рассказывать про чубушники, и так уже каждый знает, что они растут везде и сами по себе. Но вот сирень, такое огромное количество сортов, и такое количество окрасок, и такие ароматы, и разные виды, поэтому обращайте внимание на сирень, заходите в магазин про цветок, и я думаю, вы что-нибудь для себя подберете. Ну и казалось бы, вот они неприхотливые, неприхотливые, но мы же не бросаем своих детей, которым уже там и по 30, и по 40 лет, все равно такой вот незримый уход есть. И поэтому для того, чтобы поддержать здоровье этих растений, не составит большого труда, больших хлопот и больших растрат, это новый препарат, который называется в линейке Профита, у нас на сайте про цветок, вы можете почитать более подробно, растимсат. Там есть и всякие другие флакончики объемом по 200 миллилитров, и растим овощи, и растим плоды, и растим цветы, но растимсат, это подходит для различных кустарников, и красиво цветущих, и декоративно-лиственных, и прочих других, и клематисы сюда, и гортензии, то есть это все то, что нам надо, а для чего оно нам надо. Это такая композиция штаммов специальных грибов и бактерий, которые подобраны так, чтобы растение могло в полной мере потреблять из почвы все необходимые вещества. При этом мы же ничего не будем больше делать. Нам не надо будет как-то там особенно подкармливать или проливать, потому что благодаря той микоризе, а микориза образуется многолетняя, и благодаря микоризе, которая будет окутывать корни растения, и где-то даже внедряться в корневые чехлики, или даже еще и глубже в ткани самого растения, вам может показаться корней растения. Это может показаться странным, но так оно и есть. Там под землей происходят вот такие невероятные процессы волшебные. И благодаря микоризе, а практически все растения, 90% растений, они потребляют из почвы питательные вещества, особенно фосфор, исключительно благодаря вот таким симбиотическим микоризным связям. Ну, только там чего-то решили выпендриться. Это амаранты, крестоцветные, морковь, это амаревый, бурак. Вот они решили, что они самостоятельные. Может, у них там что-то, какая-то древняя связь с природой, и они справляются без микоризных грибов. Но 90% растений это вот такая вот связь. А связь это что означает? Это значит, будет здоровое растение, это значит, будут красивые цветы, и если говорить о плодах, то это будут более устойчивые, стабильные урожаи. Поэтому рекомендую, обращайте внимание на такие препараты, почитайте в интернете, что такое микориза, и что, для чего она нужна, и как она работает. И я думаю, что вы просто ахнете. Ну, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. У нас, как видите, интересно. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»